Доброе утро! Вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Террористы продолжают нарушать перемирие. В минувшее воскресенье они вновь обстреливали позиции силы антитеррористической операции. К украинским бойцам, которые охраняют рубежи вблизи села Смелая, на Луганщине уже отправлено подкрепление. Обстановка вокруг блокпоста, вокруг этого населенного пункта находится под контролем сил АТО, сообщают в пресс-центре. Расположенная в районе населенных пунктов Дебальцево, Никишино, Авдеевка и Трехизбинка. Ситуация в районе Донецкого аэропорта и Мариуполя находится под контролем сил антитеррористической операции. В Донецке в воскресенье не смолкали залпы и взрывы. Напряженная обстановка оставалась и вечером, сообщили в Гурсовете. Незапопадание снарядов разрушен жилой дом, полностью уничтожены пять торговых павильонов, четыре гаража. В Куйбышевском и Киевском районах города были зафиксированы возгорания. Тем не менее, аварийным бригадам удалось восстановить энергоснабжение поселков Шахт Трудовская и 12-е. На вечер в воскресенье в Донецке оставались обесточенными 84 подстанции. Глава Луганской волгосадминистрации Геннадий Маскаль предлагает перенести выборы в 104 округе с центром в Артевомском районе города. Проводить голосование там невозможно, так как нет гарантии безопасности для избирателей и кандидатов в депутаты. Маскаль обратился в ЦИК с просьбой провести голосование в этом одномандатном округе после завершения АТО. В Украине есть ресурсы, чтобы включить отопление. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью одному из украинских телеканалов. По его словам, чтобы нормально пройти зиму, стране не хватает 5 миллиардов кубометров газа. Однако накопленного ресурса достаточно, чтобы Украина не замерзла. Глава правительства отметил, что 60% газа мы сейчас покупаем у европейских партнеров. При этом Яценюк надеется, что Украина сможет увеличить объемы реверсных поставок. Премьер заявил, что ни одного документа по газовым договоренностям не подписано. Переговоры продолжаются. Для согласования единой оппозиции с Украиной в понедельник в Киев прибудет еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эйтингер. Напомню, трехсторонняя встреча по газу запланирована на 21 октября в Брюсселе. Во-первых, российская сторона отказалась зафиксировать в протоколе объем газа, который она обязуется поставить украинской стороне. Во-вторых, она отказалась зафиксировать 385 тысяч долларов за кубометр как коммерческую цену, которая должна быть внесена в дополнительное соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом». Также отказалась от положения, что эта цена не должна меняться до марта 2015 года и практически настаивала на том, чтобы осталось влияние на уровень цены в зависимости от решения российского правительства. Юрий Продан, министр энергетики и угольной промышленности Украины. Из интервью агентству «Интерфакс Украина» 18 октября 2014 года. Россия в Милане на переговорах по газу с Украиной и Евросоюзом отвергла основные положения проекта протокола, которые предложила Европейская комиссия. Об этом агентству «Интерфакс Украина» сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан. Ну а в ходе дальнейших переговоров Украина не пойдет на компромисс в газовом вопросе в принципиальных для себя позициях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. При этом он надеется на прогресс в трехсторонних переговорах 21 октября. Дипломат отметил, что ключевым для нашей страны является постоянство поставок голубого топлива и обеспечение его устойчивого транзита через украинскую территорию. Газовый вопрос, по его словам, заключается не только в цене, но и в условиях поставок и объемах. Швеция заявила, что обнаружила в своих водах иностранную подводную лодку. Субмарина якобы передает радиосигнал на канале, который используется российскими военными в экстренных ситуациях. Приемник радиосигналов расположен в Калининграде. Официально Швеция не раскрывает подробности операции по поиску иностранных субмарин, однако очевидцы сообщают, что в район Стокгольмского архипелага стягивался шведский военный и техника. Минобороны Российской Федерации отрицают нештатные ситуации с российскими субмаринами. 4360 российских военных погибли на территории Украины за время конфликта на Донбассе. Такие данные приводит российская правозащитница и основательница интернет-проекта «Груз-200» из Украины в Россию Елена Васильева. По ее словам, цифры, которыми она оперирует, получены от российских солдат, которые принимали участие в боях на Донбассе. Для россиян боевые действия в Украине подаются как учения под Ростовом. Правозащитница посчитала примерные потери в различных войсках Федерации. Так, больше всех свыше 850 погибших в 45-м отдельном полку спецназа ВДВ. По словам Васильева, Минобороны России уже признала потерю 900 военных. Если не мы, то кто? Участники волонтерского движения в Украине придумывают все новые способы, как поддержать бойцов и переселенцев. Так, например, недавно стало известно о проекте активистов под названием «Помогаем своим временем». Несколько часов своего выходного дня волонтеры посвящают тому, чтобы собрать деньги и вещи для бойцов АТО. За период действия проекта было собрано товаром на сумму около 2 миллионов гривен. Еще один проект появился недавно в Броварах и называется он «Батальон пенсионеров». Как и чем помогает бойцам этот батальон, расскажет Тамара Кононенко. Валентина Федоровна настоящий командир батальона пенсионеров. Увлекла всех собственным примером. Это именно она связала первую пару шерстяных носков для солдат. Рассказывает, отец был ранен на фронте во время Второй мировой. Поэтому о войне знает не понаслышке. Но несмотря на то, что женщина родилась в России, Украину считает своей родиной. Говорит, во время Евромайдана вместе с молодежью стояла на площади. И сейчас оставаться в стороне не смогла. Такой человек по натуре, что хочется помочь на то туда, пенсия мала. Ну хоть я из пенсии понемножку добавляю, копеечки какие-то. А я ходила по базару, и мне стукнула такая идея в голову. Думаю, а не собрать ли коллектив и вязать носки им все. Первые пять мотков ниток Валентина Федоровна купила сама. После нитки стали приносить все неравнодушные броварчане. Некоторые предлагают не только материалы, но и помощь. Так первой в ряды спецбатальона записалась Галина Васильевна. Вот и сегодня обещает довязать очередную пару носков. Кстати, с недавних пор каждую из них украшает украинский флаг. Вот так нам захотелось поднять патриотизм наших. Я знаю, что там высокий дух патриотизма среди солдат. Но нам хочется еще их поддержать. И когда они приходят к нам в офис, где наш координационный центр, и мы вручаем им эти носки, мы всегда говорим, помните, мы любим вас, мы ждем вас, возвращайтесь живыми. Сегодня в броварском батальоне пенсионеров несколько десятков человек. Самому старшему 73. Однако недавно помогать активистам начали школьники. Я считаю, что каждая девушка должна уметь вязать. Я вяжу с гордостью, потому что знаю, что эти носки помогут армии, которая защищает нас. Мне просто радостно, потому что я вяжу для парней, которые защищают нашу страну. Я просто радостно, что я вяжу именно для хлопцев, которые защищают нашу Украину. Я думаю, что хлопцам сейчас нужна поддержка каждого украинца, потому что им там, ну, зараз... Я думаю, что ребятам нужна сейчас поддержка каждого украинца, потому что им там сейчас очень тяжело. И я думаю, что они очень гордятся нами, что мы их поддерживаем, и носки им помогут согреться, особенно, когда холодно или идут дожди. Инициатива объединить усилия принадлежит учительнице труда Людмиле Тарасовне. Носки для наших бойцов девочки вяжут именно на ее уроках. Работа не сложная, для детей она и интересная. К тому же я еще им сообщила, что после того, как мы все носочки свяжем, девочки смогут вложить письмо. Такое свое обращение к бойцам АТО, возможно, даже какую-то шоколадку. Батальон пенсионеров уже помог десяткам бойцов, которые получили такие необходимые сейчас теплые вещи. Инициативу активно поддерживают и другие жители города, передают не только вещи, но и продукты. Волонтеры говорят, приятно видеть такую поддержку. А самое главное для них – это благодарность военных. Тамара Кононенко, Даниэль Косаковский, БТБ. Спасибо, что вы с БТБ. Оставайтесь с нами далее. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин